Всем привет! Мы в магазине All Time и сегодня мы говорим о часах с хронографом. У нас в гостях сегодня снова часовой эксперт Артем Тагиров. Артем, приветствую! Всем привет! И давайте сразу к делу. Хоть я и предложу вам поставить лайк на это видео, если оно вам понравится, подписаться на наш канал. Япония, если не против, то начнем с нее. Сразу же, что я здесь вижу, первая модель от бренда Seiko, что часы очень нарядные и яркие. Вот как только их берешь в руку, сразу все начинает переливаться, играть. Солнечные лучи на циферблате, отделка меток, само вот это стекло такое немножечко куполообразное. В общем, все делает эти часы нарядными. Артем, пожалуйста. Но надо признать, мы сразу зашли с козырей в нашем топ-5 хронографов. То есть он причем интересен, что он нам на фотографиях или как-то издалека может показать, что циферблат черный. Но когда мы его берем в руки, мы видим, что свет играет. То есть у него есть такой темно-синий отблеск. При этом еще, да, все вот эти вот цифры, метки, все это переливается. Очень интересно выглядит, так спортивно выглядит необычно. То есть если вам, ну, условно скучно, да, там, когда у вас часы просто три стрелки или там две стрелки тем более, то, конечно, хронограф это для вас. Это вообще, конечно, Seiko, ну, культовая марка, очень много поклонников. Вот, если вы очень мало знаете про Seiko, то было у вас, как раз, на канале тоже там много видео конкретно про Seiko. Можно погрузиться в них, узнать побольше. Я думаю, что тогда вы, конечно, любитесь в Японии, вы любите Seiko. Вот, ну, и как раз вот такой вот представитель, отличный, мне кажется, японского час-прома, да, то есть такой, такие технологичные классные часы, качественные, при этом хороший бюджет, то есть такие достаточно бюджетные, то есть такая вот цена-качество всегда у японцев, и особенно у Seiko, это, конечно, такой очень, ну, для тех, если для вас это важный параметр, то обратите внимание на Seiko. Интересно с технической точки зрения, почему я сказал технологичные часы, то, что здесь, по сути, это кварцевый хронограф, но кварцевый хронограф, часто есть такой момент, но его не хочется включать вот из-за этой вот такой дергающей стрелки, да? Ну, я бы сказал, что она на любителя, у нас тут будут, например, заранее забегу часы Citizen, например, вот если их включить, то мы видим как раз-таки прыгающую стрелку хронографа, и я бы не сказал, что это плохо, это именно на любителя. Ну, это такой нюанс, да, то есть такой нюанс, такая особенность, но здесь Seiko реализовали, у них, то есть есть вот своя такая фишка, что выглядит от очень похожа на механику, кроме того, здесь стекло не сапировая Hardlex, но у них, на самом деле, это очень, как бы, такое, ну, хорошо себя зарекомендовало это стекло, вот, его достаточно сложно там разбить, поцарапать и так далее, вот, то есть это очень такой надежный их технология, которая людям нравится, вот, то есть там, если где-то посмотреть отзывы, то все, все хорошо, нет такого, что раз это не Sapphire, то это, как бы, там, минус, да? То есть здесь, я думаю, даже, возможно, даже, скажем так, скажу, что это плюс, тем более в этом бюджете, вообще за свои деньги, отличные часы, отличный хронограф. Следующий Citizen продолжаем в Японии, тем более, что мы уже частично о них заговорили, вот, ну, и здесь мы видим более технический вид, если Seiko у нас прям такие, так скажем, нарядно-выходные, то Citizen это прям такие брутально-мужские, технические, глядя на них сразу видишь какие-то, в общем, такие спортивные, много-много цифр, да, так что, ну, это мои впечатления и, Артем, пожалуйста. Да, здесь, конечно, такая автомобильная тематика, то есть если здесь у нас у Seiko это был такой классический хронограф, то есть такой по мотивам все-таки классики, то здесь более спортивный внешний вид, я думаю, что кому-то как раз это больше понравится, что вот какие-то вот яркие элементы, то есть такие вот накопители, то есть все это как-то вот стилизовано под такую автомобильную тематику, вот, при этом эко-драйв, то есть тоже технологическая, достаточно такая технологичная история, вот, есть дата, ну, отличная читаемость, вот, классные часы, важный параметр это циферблат, механизм, корпус, то есть вот как это все реализовано, ну, и здесь реализовано, я считаю, очень даже интересно, очень круто, ну, и вообще, конечно, японцы молодцы, делают очень интересные вещи, то есть в часах, конечно, у них такая, мне нравится японцы тем, что они, то есть у них есть вот своя линия, да, то есть как вот, например, автомобили сразу видно японские, да, также вот в часах тоже очень технологичные, такие очень приятные по цене, люди очень часто это оценивают, клиенты как раз то, что хорошие у них цены, без вот лишнего какого-то вот такого этого маркетингового, да, момента, но, то есть вот весь маркетинг в том, что, смотрите, мы японцы, мы делаем так технологично, круто, интересно и, ну, и опять-таки надежно, то есть, в принципе, есть многое, я думаю, что у многих часы Seiko и Citizen очень давно, и часы, конечно, себя очень хорошо заинтересовали на таком длительном промежутке использования. Ну, на всякий случай поясню, что Экодрайв это система зарядки от солнечной энергии, вот, для тех, кто может быть не в курсе, так что здесь, ну, технологичность, она выражена именно, именно в этом. Ну, и по браслету я бы сказал, что, несмотря на то, что он выглядит простенько, но на самом деле довольно интересно и внешне даже вот эти звенья, они не совсем обычно выглядят, такие, мне напоминает чешую. Ну, да, и он такой вот какой-то утолщенный. Да, да, утолщенный, вот тут, опять же, сбоку мы покажем, как будто вот подушечки такие вот выглядят, и при этом с полировкой вот этих вот граней, то есть, сделано со своей долей интереса, вот. Так что, ну, мы можем устроить небольшую битву, собственно, напишите в комментариях, какой выбор ваш, Seiko или Citizen, вот в этой нашей небольшой внутри, как сказать, внутрихронометрической битве, да? Да. Идем дальше, часы от бренда Radani у нас следующие. Глядя вот на эти часы, как мне кажется, это прям вот стопроцентный хронограф. Вот ты смотришь или просто, когда произносишь в голове слово «часы хронограф» или «часы с хронографом», то вот представляются именно часы такого вида, вот. Ну, это вполне объяснимо, то есть, если мы до этого говорили про технологическую Японию, такую технологичную Японию, то здесь, конечно, уже идет намек на Швейцарию, как раз, то есть, когда мы говорим «хронограф», один из культовых дизайнов хронографов, это, конечно, Дайтона. И здесь, конечно, дизайн, он, ну, скажем так, очень-очень сильно вдохновлялся как раз Дайтоной. То есть, часы очень похожи на Дайтону, там, и расположение накопителей, и вот этот вот такой вот безель. Стиль безель. Ну, даже не везли такой ранг, я думаю, здесь правильно сказать, с такометрической шкалой, потом кнопки вот с такой защитой, то есть, это все, конечно, идет вот на намек на Дайтону, потому что Дайтон – это уже такая вот прямо вот икона, такой вот хронограф-хронограф. Один из вот нескольких хронографов, который вот такой вот классический внешний вид и дизайн хронографа. Вот, здесь, конечно, ну, я вообще считаю, что нельзя никому там навязывать какие-то мнения, да, то есть, кому-то что-то ближе, то есть, кому-то близка, например, Япония, кому-то близка Швейцария, кто-то там, не знаю, вообще часы не носит, да, то есть, не надо никого, ни в чем убеждать, я за то, чтобы человеку показывать разные варианты. У нас бывают комментарии такие, что, в общем, да зачем вам вообще обозреваете эти часы, если есть там, ну, условно говоря, там умные часы какие-то. Ну, это просто, наверное, нужно попробовать и понять, что это совершенно, совершенно другое. Да, поэтому здесь, конечно, есть такой момент, что кто-то вот за, там, за технологией, он больше, наверное, будет смотреть на японцев, тот, кто за дизайн, он больше будет смотреть на швейцарцев и на часы, которые, ну, вот эти швейцарскими дизайнами, ну, скажем так, вдохновляются. Вот, это у нас Радания, вот, то есть, ну, здесь как раз тоже такой достаточно простой кварцевый хронограф, в целом часы, как бы, такие достаточно удобные, здесь такая вот еще застежка с защитой, так вот это выглядит на руке, вот, то есть, такой, в общем, браслет, и, ну, в принципе, я думаю, что за свои деньги интересные часы, но мне хотелось бы, чтобы Радания все-таки как-то это, да, как-то что-то вот в себя проявило свое какое-то лицо. Переходим к следующей модели, немножечко похожа, вот, вроде бы внешне, когда смотришь, вот, но все равно другая, от бренда Сектор, и, ну, здесь уже мы видим немножечко, ну, во-первых, они увесистее, прям это ощущается, вот, ну, и плюс здесь мы видим еще наличие безеля, который можем покрутить, вот, и, Артем, пожалуйста, ваши комментарии. Компания Сектор, да, то есть здесь уже все-таки какой-то свой дизайн, то есть мы можем их там сравнить, можем сказать, что там есть какие-то отсылки к каким-то там классическим формам и так далее, но все равно нет такого, что вот они вот, ну, очень-очень сильно на что-то похожи, и мне кажется, в этом как бы их сила, да, то есть они, у них все-таки есть какая-то, ну, и у Сектор в целом, и у этой модели все-таки какой-то есть свой, вот, свой внешний вид, вот, причем они выглядят, конечно, они, я думаю, для тех, кому вот хочется что-то такое вот спортивное, такое вот необычное, интересное, здесь вот дизайн просто очень плотно, так, укомплектован всем, чем только можно, то есть мы здесь видим и тахиметрическую шкалу, здесь видим и такой безель, как вот, ну, обычно то, что мы встречаем у дайверских часов, вот, причем он однонаправленный, то есть это как раз вот такая вот дайверская фишка, ну, и опять-таки они, в принципе, ну, 100 метров, это, конечно, не дайверские часы, но достаточно для того, чтобы в них там плавать, я думаю, только, наверное, может быть, не стоит кнопки хронографа лишний раз нажимать там где-то... Ну, я думаю, они для этого специально с защитой. Да, но в целом, как бы, да, то есть такие вот, в принципе, интересные часы, очень такие спортивные, бодрые, при этом небольшой корпус, то есть я думаю, что они, наверное, больше там про, там, про молодежь, да, то есть кому хочется чего-то такого вот, такого вот яркого, спортивного, необычного, то есть и вот много-много там различных этих вот накопителей, обозначений, вот, то есть, ну, не для тех, кто любит минимализм, скажем так. То есть максимально укомплектованный яркий хронограф. Да, и плюс еще тоже вот эти вот, конечно, звенья такие тоже такой достают, ну, такой дополнительный такой дизайнерский момент. Ну, и сочетание, мне кажется, эти вот черного безеля с остальным корпусом, оно не слишком частое, но такой есть у него в этом свой какой-то вот определенный шарм. Это кварцевый хронограф, но, опять-таки, тоже интересно выполнена стрелка, то есть она так вот идет, похоже на механику, мне, ну, мне лично это нравится больше. То есть это, не знаю, это, конечно, на любителя, в этом нет какой-то вот такого какого-то важного в этом, может быть, параметра, но если для вас это важно, то обратите внимание, интересно. А, еще здесь, я думаю, кто-то оценит здесь сапфировое стекло, да, то есть бывает, Мегастелла есть такая, да, как будет армия людей, которые вот для них первый параметр, это нет вот за эти деньги, я хочу только сапфир, поэтому, друзья, если для вас это важно, здесь как раз, опять-таки, сапфир. Про черный цвет раз заговорили, собственно, финальная модель сегодняшнего обзора, это максимальное отражение то, что можно назвать черный хронограф, вот, от бренда Милана, и, ну, во-первых, как только его берешь в руки, он увесистый, вот, ну и, конечно же, здесь итальянский стиль, мы сразу это видим по, ну, просто по дизайну, что все черное, все в таком стиле стелс, и вот эти яркие, две яркие оранжевые стрелки, которые выделяются сразу на фоне всего остального. Так, ну, такая у нас получилась вишенка, да, на нашем этом хронографическом торте. Получилась даже, на самом деле, не то, что вишенка, а, то есть у нас такое кругосветка, да, то есть мы вот вылетели из Японии, дальше мы вот там полетели в Швейцарию, вот, и, в общем, вернулись, вернулись в Европу, и вот мы оказались в итоге в Италии. D1 Milano, про нее можно отдельно поговорить, это очень такая, такая интересная, необычная марка, она недавно появилась в World Time, то есть это такая, на самом деле, новинка, новинка для нашего вообще рынка, то есть раньше их в России, я так понимаю, не было, теперь они официально представлены в World Time, на Русаковской, вот, приходите посмотреть, три, по-моему, есть не больше полки с самыми разными часами, есть дайверы, есть хронографы, есть две стрелки кварцевые, такие тонкие часы классические, есть трехстрелочники, классные хронографы, классные часы с механикой, вот, на любой вкус, классные, интересные часы, вот, ну, в чем, как бы, особенность D1 Milano, то, что они, конечно, вдохновлялись часами, которые в свое время, там, вот, 50 лет назад создал Джеральд Джента, да, то есть тоже, причем, кстати, итальянских кровей дизайнер, вот, хоть и делал швейцарские часы культовые, и сначала, сначала мне, как мне кажется, D1 Milano, конечно, очень были похожи на красот Джентовские часы, дальше они как-то уже работали, искали себя и нашли себя, вот, ну, вот, вот, и вот как раз, то, что теперь называют спортивный шик, интегрированный браслет, то есть часы спортивные с браслетом, но при этом есть у них какое-то свое лицо, есть какая-то своя фишка, вот, мне это нравится, что они все-таки, вот, ну, то, что мы как раз, да, вот, говорили про то, что вот есть часы, которые вот слишком похожи, да, на какой-то вот супер-хит, а здесь все-таки у них уже вот какое-то вот свое лицо, какая-то своя фишка, плюс такой вот этот вот итальянский, вот это итальянское вот это вот чувство дизайна, чувство моды, вот, я считаю, что D1 Milano, конечно, проделали большую работу и, ну, что-то такое вот как-то заявили о себе. Здесь у нас такой вот с двумя оранжевыми стрелочками, с белой разметкой, вот, такой интересный хронограф, опять-таки тоже здесь, я так понимаю, что здесь как раз стоит сейка, механизм, который вот создает там вот этот вот такой вот эффект, такой механического кварца. Немного механики нам дают. Да, немного нам такой, да, то есть такой эффект теплой ламповой механики, на самом деле кварц. Часы интересно выглядят на руке, я думаю, что еще плюс этой модели, это, конечно, PVD-покрытие и браслета, и корпуса, то есть, ну, кроме того, что оно дает такой вот черный свет, да, то есть, я думаю, так выглядит, ну, более так спортивно, как-то необычно, конечно, PVD-покрытие хорошо тем, что очень долго держат, удерживают часы от царапин, каких-то вот потертостей и так далее, то есть, если у нас часы вот особенно делают вот эти вот какие-то вот такие зеркальные, да, вот эта вот полировка, то есть, ну, очень быстро будет покрываться какими-то небольшими потертостями, микро-микро-царапинами, как минимум в лучшем случае микро, то, конечно, вот эти часы будут выглядеть точно так же, как вы их купили, очень долгое время, но если не будет совсем каких-то прям совсем сильных механических повреждений, а так, я вот в этом плане за это люблю как раз черное PVD-покрытие, то, что это, там, это не краска, это такая особая технология нанесения, вот это нельзя его там как-то, ну, сложно его там нанести царапину или как-то повредить, вот, поэтому вот будут у вас точно такие же классные черные часы, вот, выглядит очень необычно, D1 Milano, ну, вот, наверное, из всех, даже я вот так смотрю, мне, наверное, D1 Milano вот из этой вот пятерки больше всего нравится, вот, кто, кто твой фаворит из этой пятерочки? Я бы еще добавил насчет стрелок, потому что наши зрители, глядя на эти часы, могут подумать, а где, собственно, стрелки? На самом деле, они тут очень интересно реализованы в таком ниндзя-стиле, я бы назвал, потому что они как будто прячутся, то есть, вот, когда ты их переливаешь, точнее, крутишь на свету часы, то стрелочки видны, время читается, все в порядке, вот, но так их можно реально потерять и не заметить, и это, собственно, ну, кто-то скажет, что плохая читаемость, но я думаю, все понимают, что эти часы, ну, покупаются в первую очередь не из-за читаемости, а из-за того, как они выглядят, как они ощущаются, и, в конце концов, может быть, ради вот этой игрушки-хронографа, которой очень приятно понажимать, поспускать, в общем, это интересно. Как обычно, пишите в комментариях, какая модель из этого видео понравилась вам больше, какая понравилась меньше, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и пишите в комментариях, на какие темы вы хотели бы увидеть наши новые обзоры, и все, Артем, спасибо большое. Да, я думаю, в описании будет как раз ссылка, где можно будет посмотреть все технические подробности и опять-таки цены, но главное, я думаю, что нужно сказать, то, что здесь у нас такой получился топ-5 хронографов очень бюджетных, очень по такой по классной цене, очень доступные часы, в том числе вот эти часы, которые выглядят так, ну, достаточно так буржуално, да, скажем так. Субтитры сделал DimaTorzok